Вот так он начал свое сообщение. Давайте посмотрим видео. Президент опубликовал как раз с момента взрывов. Вот мы сейчас видим столицу. Владимир Зеленский пишет о том, что нас хотят просто стереть с лица земли в целом. И уничтожить наших людей, которые просто спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре, в Киеве. Воздушная тревога не затухает по всей стране. Есть попадания ракет, к сожалению, есть пораненные и погибшие. Президент очень просит не оставлять бомбоубежища, не оставлять укрытий. Берегите себя и своих родных. Давайте будем держаться и будем сильными. Последние два предложения были цитаты. Сейчас вы видите центр Киева, который как раз обрамлен защитными лентами. Там происходят спасательные работы. Мэр Киева Кличко сказал, что центр города перекрыт. Столица под атаками российских террористов. Ракеты поразили объекты в центре города. Это Шевченковский район и Соломинский район. Воздушная тревога, а значит и угроза продолжается. Поэтому люди спускаются в метро, прячутся там. Мэр добавил, что центральные улицы Киева перекрыли. Если нет необходимости, сегодня лучше не выезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов. Не ехать сегодня в столицу, подчеркнул мэр. И последние удары, которые были зафиксированы, слышны были в 9.35. Какие последствия? Что мы знаем на данный момент о количестве жертв и пострадавших? Мы об этом спросим у нашего специального корреспондента, у Евы Николашвили. Она уже... Привет, Ева. Да, вот после того радостного нашего общения о запуске фуникулера, посмотри, как все поменялось буквально в считанные даже не часы, а в полчаса. Спасибо тебе за оперативную реакцию. Расскажи, что сейчас тебе известно о попаданиях в столицу? Коллеги, мы сейчас находимся в центре Киева, возле одного из эпицентров взрывов. Но, как вы видите, мы не на фоне него, потому что все-таки находиться там еще небезопасно. И в течение нескольких часов показывать... Это я напоминаю и людям, показывать место взрывов категорически нельзя. Поэтому будьте аккуратны. Что же касается того, что сейчас известно, то, что мы увидели, работают спасатели, работают медики, скорые. Есть сожженные машины в центре, есть погибшие, есть раненые. Точное количество сказать сейчас нельзя, пока не говорят точно, сколько плюс еще продолжается. Ну, никто еще точно не знает. Не прекращаются взрывы в Киеве уже несколько часов. Пока мы были здесь, буквально 20 минут назад опять услышали два гонка. В укрытиях сейчас метро работает как укрытие, оно не курсирует, поэтому всем обязательно спуститься. Воздушная тревога, которая началась еще около 7 утра, если я не ошибаюсь, она не прерывается. И сейчас до сих пор воздушная тревога, поэтому не выходите на улицы. Если вы можете не идти на работу, не идите на работу, спускайтесь в укрытие и ждите там. Ведь угроза остается, и сообщают в разных телеграм-каналах о том, что еще были пуски ракет. Никто не знает, куда летит. Хочу, кстати, сказать, что попала ракета в Киеве в нескольких местах, где мы были. Где они попали просто на дорогу, там, где ехали люди на работу. Но это не военные объекты, не стратегические. Это центр города, где люди просто ехали по дороге к себе, на работу, домой, кто куда, по своим делам. Поэтому это еще один знак, что это просто страна-террорист. Им все равно, куда стрелять. И это напоминание для людей, что нужно быть сейчас в безопасности. Мы тоже сейчас спускаемся в убежище и, если что, будем вам сообщать уже с метро. Коллеги. Ева, спасибо тебе. Добавлю к твоим словам, что давай даже не просить людей, если вы можете, а просто не едете сегодня на работу абсолютно никто и жители столицы, если от вашей деятельности не зависит функционирование города. Все, это должно быть правило. Ева, спускайся в бомбоубежище, береги себя. Обязательно. До следующих отключений. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok